Привет! Немного осталось стабильного в нашем подлунном мире, но не для товарищей Xiaomi. Китайская компания представила 12-е поколение смартфона Redmi Note. Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus. Вот и поговорим про очередные топы за свои деньги. Redmi Note 12 Pro достался 6,67-дюймовый OLED-экран с 10-битной матрицей, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также максимальной заявленной яркостью до 900 нит. Последнюю, конечно, надо проверять реальной жизнью. В смартфонах используется новейший 6-нанометровый процессор Mediatek Dymestie 1080, работающий в паре с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Как вы понимаете, чипы не самые быстрые. Емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч, вне зависимости от версии, а вот скорость проводной зарядки сильно отличается. 67 Вт у прошки и 120 Вт на плюсе. Естественно, зарядка будет в комплекте. Охлаждает всю платформу испарительная камера площадью аж 3000 квадратных миллиметров. Ну а для китайцев будет доступна спецверсия с названием Redmi Note 12 Racing, с уменьшенной батарейкой, но зарядкой аж на 210 Вт. Второе и последнее отличие Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus – это основная камера. В базе мы получаем 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 766. А вот плюсу досталась 200-мегапиксельная камера Samsung SSL HPX с объективом из 7 элементов и диафрагмой f1.65. Впервые в серии главный датчик, вне зависимости от того, какой вы Redmi Note 12 Pro купите, будет оснащен оптическим стабилизатором, и на это будет крайне интересно посмотреть в реальности. Также в камерном модуле имеется ультраширокоугольная камера с разрешением 8 мегапикселей и макромодуль на 2 мегапикселя. В экран врезана фронталка на 16 мегапикселей, которая по старинке умеет писать видео лишь в 1080 при 30 кадрах в секунду. Смартфоны работают из коробки на MIUI 13. Пока на Android 12, но скоро и 13-й подоспеет. Xiaomi уверяет, что телефон сохраняет практически начальный уровень быстродействия в течение трех лет работы. Но правда ничего не гарантирует. На борту есть NFC, Wi-Fi 6, инфракрасный порт, линейный вибромотор, стереодинамики и, что очень хорошо, 3,5-миллиметровый аудиоджек для наушников. Как это бывает последние пару лет, четные Redmi Note изначально поступают в продажу на китайском рынке. Произойдет это в ноябре. И, честно говоря, в России именно под именем Redmi Note 12 они вряд ли появятся, скорее в каких-то аватарах под брендом Puka. А Redmi Note 12 Pro будет доступен в версиях 6.128, 8.128, 8.250 и 12.256 гигабайт. А если переводить юани на понятные нам доллары, базовый вариант обойдется в 235 баксов, а максимальный в 305. 12 Pro Plus с его суперкамерой будет дороже, но только в двух версиях. 8.256, который обойдется в 290 долларов, и 12.256, за которую попросят 319 долларов. Ну и как тебе, 12-е поколение Redmi Note от Xiaomi? Будешь ли ты его брать или это для тебя штука неинтересная? Пиши об этом в комментах, там и общаемся. Лайк, подписка, все как обычно. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok